Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Меня зовут Инесса. И сегодня я хочу показать свою оформленную картину. Все, кто приходит на трансляции, уже видели эту картину оформленную. Но, как я поняла, есть зрители, которые не смотрят эфиры, а смотрят только видеоролики. Ну и поскольку у меня есть отдельный плейлист по готовым работам, конечно же, я должна сделать отчет по готовой вышитой работе. Это Снежный барс от Dimensions. Вот такая вот у меня получилась красивая работа. Ну, в общем-то, вышивалась она по набору. У всех получается одинаковая. Единственное, что отличает одну вышивку от другой, это рамка багет. И вот такой вот я выбрала багет. Вернее, не совсем я его выбирала. У нас очень хорошие мастера в нашей багетной мастерской, которые оформляют картины. Они предлагают, прикладывают багет. И здесь не по спорту, а здесь идет широкая рама. Девочки спрашивали, работает ли наша багетная мастерская с пересылкой. Нет, с пересылкой не работают, не высылают. Это недорогая багетная мастерская. Рама пластик, не дерево. Но очень хороший мастер. Оформление недорогое. Вот это оформление обошлось мне 1300. Причем сделали его очень быстро, в течение часа. Там можно доплатить 100 рублей, и в течение часа работа будет готова. Можно ее в этот же день забрать. Ну, в общем, вот такая вот получилась красотища. Все картины, вышитые крестиком, я оформляю в обычное стекло, а вышитые бисером оформляю в музейное. Ну, как-то так, в целях экономии. Тем более, что вышитые крестиком, они размером больше. И на большую работу музейное стекло выходит дороговато. Но я не вижу особой принципиальной разницы, когда работа крестиком оформлена в музейное стекло. А вот на бисере, если стразы, бусины, там да, там теряется блеск, если простое стекло оформляешь. А здесь работа крестиком, единственное, что она бликует. Но при видеосъемке, да, тут неудобно снимать бликует. Но когда картина висит на стене, она, в принципе, смотрится нормально. Вышивать эту работу мне было несложно. Здесь есть сложение нитей в 5 нитей, в 6 нитей. То есть берется целая пасма, и вот этот фон зашивается полукрестом в 6 нитей. Единственное, закреплять нитку было сложно, но все-таки в некоторых моментах я делала узелки, потому что закрепки в 5-6 нитей у меня сложно получались. Сначала я брала 3 нити и делала 2 стежка, то есть раз и два. Но не всегда у меня это получалось ровно, поэтому потом в итоге я уже брала 6 нитей пасму. Но вот если вы вышиваете в 5-6 нитей, не нужно брать пасму, сразу заправлять ее в углу. Нужно отделить каждую ниточку и только тогда вышивать. Тогда ниточки ложатся ровнее. Если вы прям берете пасму, и если она где-то скручена, то эти неровности будет видно. Поэтому вот если в несколько сложений, обязательно нужно ниточки сначала отделить и опять их сложить. Вот 6 штук. Я не помню уже где-то я этот совет читала, еще давным-давно, когда только-только начала вышивать. И, собственно, я на своем опыте тоже убедилась, что вышивка в 5-6 сложений обязательно нужно ниточки сначала разделить. Ну, в общем, вот так у меня получилось. Конва здесь была рыхлая. В старых наборах Dimensions конва идет не такая плотная, как сейчас. Это китайская сборка. Ну, вот такой старый наборчик. Еще первые были сборки. Получилось. И там конва как раз-таки рыхлая. Причем она указана, что 14-й каунт. Но когда я сравнила, то всего на одну клеточку получилось чуть больше, чем 14-й каунт. То есть и не 10-й, и не 11-й. Ну, вышивать было легко. Вышивала на пяльцах. Сначала начала на станке. Ну, вот сюда наверх тянуться было мне сложно. И потом я уже сняла на пяльцах. Быстрее дело пошло. Но я не скажу, что вышивать было скучно и нудно. Единственное, вот эти вот снежинки разбросанные, конечно же, закреплять ниточки на этих одиночках было напрягало. Так скажем, напрягало. А вообще сама по себе работа шла очень легко. И такие вроде однообразные цвета, Ну, мне не скучно было ее вышивать. И как раз-таки я ее завершила в Новый год. Хотела до Нового года успеть, но не получилось. Вышила в первых числах января. Спрашивают меня, сколько времени ушло. Посчитать, к сожалению, не могу. Потому что по дням я не записываю. Мне это не нужно. Вышивать начала давно. Но если вот так взяться и не отрываться, за месяц вполне эту работу можно вышить. Может быть, у некоторых даже быстрее получится, смотря сколько времени у вас на вышивку. Вот. Если бы я взяла и не отрывалась от этой работы, то вышила бы быстро. Ну, в общем, начала я ее где-то несколько лет назад. Вышила одну четверть работы и отложила. Взяла другие процессы. А перед Новым годом, думаю, все, сейчас ее возьму и завершу. И вот буквально три четверти работы я вышила в декабре. Вот. Ну, торопилась, хотела успеть, чтобы это был финиш прошлого года. Ну, потом думаю, ладно, какая разница. Зачем себя загонять, когда особой разницы нет. В том году или в этом я ее завершила. Единственное, что я сделала не по ключу, это усы. Вот здесь усы. Некоторые усики вышиваются в одну нить, некоторые в две нити. Мне показалось, что в две нити очень грубо, и я все усы вышивала в одну нить. Мне так больше понравилось. Ну, в общем, вот такая получилась красота. Это вторая моя работа от Dimensions. Эту я вышивала по набору. Вот еще одна картина. Эту картину вышивала я подбором. Конва у меня гаммовская, а нитки какие были дома. Здесь шовчики. Такая первая моя работа шовчиками. Все получилось хорошо, аккуратно. По этой работе у меня есть отдельное видео. И есть в Инстаграм фотографии, крупные макросъемка. И все можно детально рассмотреть. А здесь нитки разные. Здесь нитки и ПНК, и Гамма, и ДМС. Вот все, какие были у меня дома. Я их собрала, и получилась вот такая замечательная работа. Я хочу сказать, что разницы не видно совершенно. Даже если вы возьмете лупую. Ну, в общем, две у меня работы от Dimensions готовые. И две работы у меня вышиваются. Показывала я в эфирах. Я в прямых эфирах всегда показываю свои процессы текущие, насколько они у меня вышиты. То есть я не снимаю сейчас продвижение по процессам, а показываю все это в эфире. Только могу снять начало работы, финал, когда работа закончена, или обзор посылочек. А так, в основном, вся информация у меня в моих трансляциях, в прямых эфирах. Ну, в общем, вот такая вот получилась красота. Вышиваю сейчас павлина. И начала вышивать такой сюжет про Ванс. Пчелки. Ну, в общем, утренняя молитва. Вот такая картина сейчас в работе. Вышила я где-то, ну, примерно одну четвертую. Здорово получается. Бэксич еще не делала. Вышиваю на станке. Спрашиваю девочки, как обстоят дела у меня с Мэгги-рукодельницей. Все-таки 18-й каунт для меня мелкий, мне тяжело. Тяжело не потому, что кривые крестики получаются, а тяжело, что я сильно напрягаюсь, я вышиваю в очках. И это не очень хорошо, когда сильно напрягаешься. Просто может потом голова болеть, давление поднимается. Поэтому мне, ну, как-то на моем здоровье это отражается. Вот так скажем. А вообще, сам эффект на 18-й каунте мне очень-очень нравится. Если бы могла, конечно бы я многие сюжеты вышивала бы на 18-й каунте. Вот именно поэтому я заменяю сейчас наборы золотой руно, где 18-я каунта, вот три богатыря, я заменила на 16-ю каунту. Вот. Но Мэгги-рукодельницу даже не знаю, стала бы ли я заменять на 16-ю. Там все-таки столько много мелких деталей. И самая прелесть как раз-таки в этих мелких деталях. Ну, в общем, наперед я буду выбирать в основном работы на 14-й и на 16-й каунте. Когда эта картина была закончена, мне очень хотелось сфотографировать ее на фоне снега. У нас в Оренбурге всегда много снега. И как раз возле багетной мастерской растет красивая ель. И она была вся усыпана снегом. Я вокруг этой ели бегала и думала, как бы мне примастить свою вышивку, чтобы картон сзади не намок. Но все-таки я рискнула ради хорошего кадра. В Инстаграм вы можете видеть эти фотографии. У меня все получилось. Картон не успел намокнуть. Я сразу снег стряхнула. Ну, в общем, кадр удался. Ну, в общем, полюбуйтесь еще раз на эту красоту. Клево смотрится, да, возле новогодней елки. Еще елка наряжена в таком же стиле. Ну, в общем, вот так у меня. Получилось. Если вам нравятся такие видео, хотя я знаю о готовых работах, многим нравится видео, но, к сожалению, большие работы невозможно вышивать в таком темпе, чтобы каждый месяц показывать большие оформленные картины. Но все равно, если вам нравится такой формат видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...